всем привет с юга беларуси сегодня у нас 29 это январа 2021 год недавно вот буквально полчаса назад минут сорок я в эту семью положил открыл полностью потолоченный гнездо положим кормовую рамку на рамки плашмя через планки это увидите в предыдущем видео которая снимал перед этим и вот прошло 40 минут пришел я до улей а тут такая картина пчелы начали лезть сулия притом сильно и наблюдаю вот сижу волнами такими то больше то нет и кто больше к нету и на снегу видно что испражняется нередко и такое густая масса густая на снегу так что их назематоза нету это обычное накопление желудке ну вот я их побеспокоил этой постановкой корма им рамки сверху я себе наверное просто положил на потолочины на отверстие может быть так узяли залезли захотел на рамки чтоб больше тесный контакт будет с медом то что потолочины выходит двадцатка на пространство там 10 на плюс еще планка рамки так это сколько там 20 получаться 45 сантиметров было бы до рамки не знаю взяли бы они не взяли бы этот корм шага мороз начался я даже не полез в этот улей ну знаю сосененный расплод зиму растет все время растили и я себя им сейчас не положил эту рамку а мороз будет идти вот сейчас передает то скорее всего что они без остались на расплоде который их по-любому там наличие есть остались бы на расплоде пропали так что мороза передают до 14 и 15 и 11 где-то пятидневные такие но обычно у такие мороза и пропадают все ли не покидая расплод ну когда мы открыли там видно было что они уже взад пошли и сюда вот если смотреть спереди в левую сторону на рамки боковые за кормами и в уле было тепло разами по верху ходите по потолочным по всему гнезду не знаю стоило лезть и наложить ту рамку не строила то что пчел уже много на снегу валяется и посмотреть вокруг так и там и там и там где-то у меня по шее ползает тепло зашивается в щели не пытается ну дай бог моторы зимую успокоятся особо им то ничего не станет покуда стабилизируется гнездо после этого моего визита то мою ножку он ищет пошумят немного тайны ночь мороз точку придает так можно не будет это лезть хотя конечно не знаю стоило не стоило ему все ту рамку сложить 5 дневный мороз можно я пересидели разу за отходили туда уже деда были корма клеток расплоду поднесли обычная зимой никогда не лазил один год только когда мне подарили матку бакфаста в этом от уле была хорошая тоже рамку ложил наверх на рамки открывал там спокойно положил даже пчели не улезла после то что бакфаст а это наших как наши это тоже бакфаст тут матку я покупал но они уже с нашими помешались уже матки 3 поменялись наверно тут после того уже это можно сказать наша местная пчела опять пошла серые и немного злые летом кусается так что вот авару положил бакфаста ничего не было тихо взяли эту рамку и сидели а это и лезут на облёт считается вот видно поменьше стало почти уже немного наверно стыла нет да а леток для сначала нижний то не открывал на бороточка прикрыл думаю чтобы не охладила сильно гнездо а верхний был прикрыт и поставил доску потом прихожу для жены тут начали кучковаться бушевать и вылазить на снег падать снял доску поставил открыли тхи чтобы охладила еще вот опять вылезла куча целых полетели все доску хоть принял так возвращается хотя некоторые то что с доской прислонутой совсем он по углах валялась куча пчел так хоть даже 10 процентов хай возвращается назад не все конечно особо много не летят так вот если мы сидим вот уже 6 минут а из десяток слетел где-то может чуть больше но если взять сейчас хай сотня даже слетить все не послитать инстинкта самосохранение с работы надо холодить гнездо нашли из за это вот я никогда зимой особо и не ставлю то подкормку уже ближе ближе к этому я к его называюсь марту даже конце самом февраля жидкую я обычно ставлю им один к одному сироп по пол-литра и все но с такой зимой с такой зимовкой непонятно что им лучше или положить ту рамку или лучше вообще туда не лезть говорится пропадут так пропадут а то и полезли пропадут волноваться будут лезть и не полезли так на расплоду останутся замерзнуть от голода в остальных улях я прошел тоже послушал где тихонько стукнешь гуднуть еще и сверху сидят тоже где снизу сидят где стукнешь так шум немного поднимается в разных семьях по-разному это мои первые улице отделов уже их на 15 лет даже больше получается стенка 45 основная потом 45 утепление мог весны и 15 к вагонка никогда зимой хороший морозадок нормальные улей а когда зима плюс 7 минус 20 через день и меняется каждую неделю так то и зимовка такая у пчел непонятная то расплоды росят вот этот расплод выкидают пропадая замерзает кот пришел уходить снизу где сейчас пчелы есть летом бегали ели малые были апрельские коты в апреле родились боится что-то летом тома малый был ловил да ел ну не он его брат черненький котик красивый у нас один вот это подходит пчелу резко так шелка зубами и все живую притон воротозные бегали пчелы или притравлены реки лови уходил кот пчел ее в этих не пропадали даром на этот боится что по киска вот так замурка сразу пчеловод еще один нашел или пчеловод или пчеломор можно назвать больше а короче в гнезда не полезу хотя все некоторых улег положить так рамки ну лучше не лезть наверное сделаю канди им лепешек и промо на эти вот отверстия что потолочинах у меня под кормушку промо пакетах и положу по пол-литра так пакет на мою тусану положу наверх утепление подушки она туда опустится это канди вниз в отверстие будешь грызть потихоньку а также еще ложил ложил ставим ведерко пластмассово литровая крышка снизу закрывалась это в это ведерко мед такой полукристаллизованы жидковатый и крышка это отверстие пропаяние были и в дне сверху одно отверстие чтоб как бы тяга была лаком не создавалась и через эти отверстия можно сказать так вот с февраля с начала месяца оставил эту штуку ну концу марта почти то ведро литровое забрали одно плохо что она выступая сильно до утеплять плохо то лезут то назад заловит то лезут то назад я руку подставлял суре сильное сильное тепло жара промо слышно руке тепло становится хреново конечно это дело залезают на фига вам лететь даже если поразниться можно промыву на летке да еще открываясь дальше джон короче сау им открывать вниз там пчел подбитые мало подкормишь плохо не подкормишь плохо что с этими пчелами делать надо потиху их сводить доставить себе семей 3-4 да еще даже не 3-4 а две то что каждый год рапса по насаживать вокруг корм бестолковый вечно подбор подчищу будем тяга лучше охлаждение это подморно из-за то что нагрелось гнездо отами и лезут им то там внутри жарко или 10 сантиметров стенка и сейчас сверху утепление кучу наложу думаю охладилась гнездо лазили так утеплить ну снимать уже не буду лазить лучше не лезть заре подмор синички позбираюсь синица кто у нас много летая но у меня кошка котов подорожала 10 штук бегая по двору по подворью то они особо у ли не лезут то что коты подули и меховается долой и сама кошка любите не так погонять этих так что вот смотрите видео делайте выводы стоит ли нашей местной пчели это уже не бакваст это можно сказать местные зимой таким способом ложить рамки там с кормом открывающих гнездо и беспокоить их зима минус 2 суле тепло полностью жара короче гнездо конкретно нагрелась несмотря на то что холод снизу заходит капитально уже будет все равно они лезут вот прочистил подмором уже ситуация немного изменится стали между гусь гудеть такая вот песня ну если процентное соотношение посчитать что вулия пропала если не дали корма и то что вылетела пропала хай сотни две-три пчел даже хай 500 если полностью взять это подмор только что выиграл даже если и 500 пчел и 1000 пропаде это не девять улочек ну не улочек а рамок 9 как увидели там с этих 9 полюбасу было рамок 6 плотных пчел сидела сюда правой стороне и начали к левой перемещаться но уже у нас можно красота гляну вечере я уже говорится в беларуси вечере я уже пять часов темнее в 6 все часика не попытаются повылазить покуда светло на там уже наверное потемнее так не полезно ночью мороз передайте а покуда не буду прикрывать часов до 8 вечера все это дело а немного охладятся там стабилизируется присядут и потом уже на ночь уже летки по сокращаю когда успокоятся такую подконку лучше как я сделал выводы и все время их делал не производить погляжу на каналах многих что лезут зимой там рамки перебирают гнезда какие-то формируют как будто это спаси пчел то обычная бестолковая искать бестолковое вмешательство процесс особенно когда гнезда переставляют даже когда мышь залезла это я улей помню не лез раньше многокорпусных держали пчел и многокорпусник залезла мышь лежу выграбать стала суле воск я взял просто подставил на леток мышеловку доска прикрыта была тень прямо днем вылезла слоилась одна и поставил для контроля вся вторая две мыши злазью суле и все на этом они выходят все таки наружу попить там да и все по делам их и вот я поставил мышеловку просто на летке из поймал эту мышь одну и вторую но для уже потихоньку стали успокаиваться а сейчас еще возьму круг длинный до подмор почищу немножко сквознячок им туда пошел для такого аулия не знаю это не походы два градуса мороза для такого гуля там их как летом тепло вот буду заканчивать делайте выводы с этого видео а зимние там по тревожки как бы говоришь беспокойство пчел зимним стоит или беспокоить подками вот таким способом вообще лезть их жизнь гнезду по мне как это только можно положить там кандин отверстия или пол-литра кого-нибудь сиропа густого и все на этом лучше не трогать особенно наших местных белорусских пчел полецких нас тут в припятском полете национальный парк припятский и тут больше с лесными помесь то пчелы такие что лучше их не трогать ни зимой ни летом ладно заканчивая пишите комментарии давайте советы что лучше делать в таких случаях всем удачи до свидания